Пуск пошла. Вот у меня тоже. Ну что, друзья, ещё раз всем привет, кто только у нас присоединился. Это полуфинал HawkMasters 2, играют такие команды, как Rosnoir и команда Boss. Давайте пройдёмся по составу. Альфонсо у нас будет играть на паладине, это команда... Boss. Уфа Бот у нас на Катуне, Чемпион у нас на Коне, на Мистики у нас будет играть Тронг Про и Камбоди на Ред Трофею. А у Нуаров Мистика и Югубо выходили 21 недель, на топе Катуль это ГХД, Хайпёс на ДСАДе на пулках, Вестикс в лесу Вэппор Брейкер и Лошадь тоже в лесу А5-8, но я предполагаю, что вести в Забире в пулку медведей пойдет на Львове. А за Катуль Сада это будет ранний Драмкон скорее всего. Да, не послуждаю. Ну надо не показывать, кому они соперники, потому что они догадались, что САД пойдет убивать Дракона буквально на втором уровне. Блин, у меня мышка загрючила. Возможно стоит тачпад использовать. На компьютере? На у тебя комп, на у тебя Моноблок. Не, у меня же Мак, Моноблок. Ну что, у Миндера у нас два Мистика на виду. Да. Катун, просто Паладин в пике. Как ты к этому относишься? Катун против Паладина? Катун и Паладин вместе. А, Катун. Сомнительно. Мне даже как-то не очень нравится. Смотри-ка, на биге, на биге идут смертельные битлы. Да. Вот, кстати, я видел, как в Дружках тренировали вот эту связку из Тикс и Тесаад Рознуара. И это биг. И это биг. И это биг. Минута сорок забрали бига. Как вам такое? Вот это пара. Видел, да, как получали вторые лвла ребята и вот именно Евестикс и Тесаад. И вот так гоняли потом всю карту. Смотри. Напрягают Рэд Трофи. Дизмув. Цепка идет на Рэд Трофи. Неплохо. Ну, тут надо ждать босса. Тут ни в коем случае нельзя от кого хватить. Да вообще драться в таких случаях. Домашние заготовочки Рознаваров. Четвертого лвла Коттон. Угу. Так, на миде что нормально все? Нормально. Ну, там Мистик так-то с бафом бига и второму Мистикам слабко придется. Ну, тут два брата бегают, смотри. Напрягают паладина. Ну, нрачный. Ну да. Да. Как думаешь какие баны были? Опа, смотри. Напрягают паладина. Ой, как ему больно это минус паладин. Еще огонек его закинули. За секунду. За секунду. Баны. Опа, еще паладин. А, ой. Паладин да и умер, что я. Наркомания. Бан. Кто у нас был? Эльф, скорее всего. Эльф. Люенфей. Наверное, Хельм. И плюс один. Может быть, ненавад. Так, сейчас, ребят, у меня вылит целый пран. Еще, еще умерла Red Trophy тут. Тем временем. Ну, я слышал, когда на первом уровне забирают бига. Надо терпеть. Если честно, ни разу с таким не сталкивался. Так, у меня 3.47 у тебя как? 3.50. Ну, сколько немножко. У меня 4.02, 0.03 и 0.04. на 4, на 5, на 6, на 7, на 8. Да. Останови на 4.10. 4.11. 4.11. Я тебе скажу, когда play нажимать. Давай. И тут сейчас будет милов дракон? Да, и тут. Ну, в принципе я бы не стал лезть на этих парней. Ну да Тесаад так видно. Тут еще и Вестикс. Кстати Вестикс плюс Тесаад это типа круто. Посевочка Тесаада, так это побольше бьется. Вот под Вестикс меня слышал. Ну, а сейчас коня мрёт. Опа, Тесаад разгоняется. Нет. Шестовый Лево получил Катун Розов. Вот сейчас происходит просто waste времени розов, они втроём стоят в лесу и ничего не делают, конь подойти боится, ну и правильно делает, но идти не палится. Еще котом есть, ни в коем случае нельзя на коня агриться, а вот тут вот мистик оцепляет, но тут тем временем убирает конь, умер, отлично, и появился в лёд у коня, выкупился конь, сразу же тэпается, идут тэпочки, фокусит коня и котом, минус два, и паладин ультует, а вестикс его добирает. Супер, блин, как мистика, и вот второго лол, и уох не прощает, отлично, 6-2, как хайфёст разбил, а, хайфёст, да? А тут еще смотри, нет, ГХД, тут убивают трофе, тэпочка на нее идет, он бы ее так убил, но тэпка спасает, и вот так, вражеский котом, так, улетает, но ничего он не сделает. Тот конь на подходе. У него сейчас ульта будет. Надо влететь в Катуна и... Катун. За ним конь полетел и дожжет. Сможет? Нет. Ой, тут его вспомнил. Ой, Катун, да, долетает. Ну, 5000. Это много, но пик такой, что шансы есть у ребят, на самом деле. Я так считаю, даже несмотря на... Тише, пять минут убирать в кармане. Тут, ребят, на первой минуте бига забрали. Какие-то у меня лаги пошли. Лажки-подлажки. Ну, счет 4-6. Ну и типа шансы есть. Но сейчас примут паладина на красном. Сколько у тебя времени? Столько же? 7-11. Вот. Смотри на паладина. Да. Так, есть Х. Фэрбол. И пошла. Просто... Ай-яй-яй, он отблинковывается. На него идут ТП, фэрбол, но не умрет. Кучу вардов покупают розы. Тут трое, трое ребят. Нельзя идти тут. Конец. Минус лошадь за секунду. Тесаат, пошел. Паладин очень ловно был ходить, да. Развалили. Да. У меня 7-46. Ну, только так комментировать, я буду говорить сейчас. Ну, чуть-чуть впереди. Я думаю, так даже получше будет. Артур пытается отстрелить, а заварить Тесаат к ней. Бам, зайди сюда. Да, больно бьет Тесаат, но башня тоже, на самом деле, существенно больно бьет, я слышал. Ну, в принципе, 4-7 против Бига. Нормально. Не сильно на фидели, это важно, потому что очень сложно выстоять лайн, когда у противника на первом уровне, ну, во втором, на 300 хитпоинтов больше, удар на 30 больше. Да, неприятненько. Девятый левел Евох, седьмой левел Тронфрон. Да, и, похоже, готовится ко второму бигу. Надо ставить вард. Там уже два брата эти ссегиваются. Смотри, заход будет на паладина сейчас, наверное. Так, ну, пока восьмал его луканя, ему скоро он будет влетать. Ну, и Тесаат пошел, нет, пошел луканя. Ну, жмутся, жмутся боссы. Ну, правильно делают, на самом деле. Не надо сейчас вот так увесить. Им бы сейчас Бига не потерять. Типа, если они застилят Бига, то нормально будет. Они могут там убить кого-то, но потом приходит Катун и убивает с мистиками все. Да, выкупы тэпки, вот появится сейчас Бига. Так, вардецы, вардецы повсюду. Как же будет это вести, это капец. Так, пошли ребята нарезать. Как больно Рэп Трофи ее убивает. Он ее дальше, пошел Махач, коня фокусит, паладин. Пытается драться, но за секунду разваливается, и ничего тут не могут сделать. Ну, да. И это минус Биг, и минус Босс. Тут сложно что-то сделать, и даже сложно сказать, что надо сделать, чтобы вернуться в игру, так скажем. Ну, я не знаю, что тут можно сделать. В целом даже не представляю. Тут нагло забирают Катун. Да, очень красивый развал показывают. Да, и видно, что ребята готовились, они просто пришли и... Ну, вот такого я, сколько играю в хоп, еще не развелся. Сейчас на боте. Видел, как он задоджил Стан Лошади? Да. Да. Да, эти твои брата просто сделали игру. Тот забирается дракон тем временем? Да, в соу его. Сейчас еще Лошадь подойдет на Экспу, потому что она девятая, и ей нужна Экспа. Просто ребята вдвоем бегают, ну, какой-то тусатый или стикс. Стоят в кусте, как убивают пацанов. Да. Вот опять десять тысяч превосходства на двенадцатой минуте, и... Это беда. Причем большая. А вот тут поставили вард и драка на боте. Полетел в Лошадь. Хорошо, улетел. И за секунды вестик свою бедену. Сейчас Тесаад и Катун на него тэпается, и сразу он будет. Пошел в обратку. Тесаад, Катун, полетел в коня. С тебя говорит, ой, еще паладина стянул. Очень хорошо стянул паладина. Паул плохо рашит. Блинковается, идут тэпки. Пришел Ивох. Ивох. Идет дальше. Ой, хорошо. На Red Trophy. Ставит вардик в куст. И убьет, скорее всего. Огонь кидает на Red Trophy. Кристаллик минус. Хорошо. Контроль. Продолжается драка. Катун берется. Мистик ультует. Пытается собрать Котуна. Котун блинковается. Мистик еще блинканул. Почти его убил, но там тэпка. Побрет. Хайфилд за ним сейчас. Банс. Умрет. Стукнул его и убежал. Умрет. И Трофь тоже не отпустили. Ну это Гавриан. Ну да, тут все. Ну их босса до последнего будет тянуть. Ну я думаю и не дадутся. Очень мощную группу оказывает Ронза. Они просто нагло сильнее всех пока что. Да. Ну кроме вот Сина. Кроме Сина. Кроме Сина. Завтра Сина же нас вперед ногами раскатают. За 15. И мы нормальный финал посмотрим. Да. Все нормально будет, ребят. Очень необычный пик и ну очень крут. Вот такой вот бесполезный герой писал. Ну не знали они вот про... Вот я например знал, да? Вот про вот эту... Про тему с Бигом. Потому что один раз наблюдал за игрой его, и они это тренили. А вот эти ребята не знали. Ну я тоже не знал. Ну ты не знал, допустим. Вообще видимо единицы знали. Я думаю никто просто не смотрит игры. Тем более, как вольно паладину. Просто капец. Не, я причем как бы случайно наблюдал. Что там... Теперь мы с High First вместе играли. Потом он что-то ушел. Я там на скитерть нажал, минут пять наблюдал. Смотрел они там это... На первой минуте пошли на Вига? Ну вот такая старта уже больше не прокатит. Не, ну... Она рабочая, но не обязательно там, типа... Очень тяжело будет контролить Вига. Смотри на трофе. За секунду. Там смотри-ка, там у Тесаада ледышка. У Зитана. Ну да, чтоб он типа не носился за пацанами. Он лошадь сейчас зафризал и все. Угу. Я просто взял фриз и... Тесаад не забирает соло Вига на первом уровне, ребят. К сожалению. Ну, или к счастью. Он не может это сделать. Да, уже не может. А вот втроем? Толгней. Толгней. Вдвоем даже. Вдвоем они могут на вторых левелах. С хилками, по-моему. Не помню, как откайтить могут Вига. Ну, очень трудно. Ну, типа, это, знаешь, шея дэмэдж. Вот. А на ЛГшке втроем вообще изи. Тем более с лошадью. И с Ивестиксом. Ну, Ивестикс дает дополнительный урод. Сад. Ну, вот с какого скилла получается? Ивестикс со второго дает дополнительный урод? Нет, а какому скиллу ты саду? Первому, да, по-моему? Да, вроде первому. Ну, когда вот он бьет от хп? Первый скилл. Угу. И плюс лошадь, еще пассивка. И она на первом уровне вкачала пассивку. И это тоже достаточно много. Потому что она убьет. Ребят, Виг на карте 3 на 3, на 5 на 5 очень сильно отличается. Ну, тут пока что нечего комментировать. Просто ребята бьет от коту, но сразу же минус и дрог. Ну, я профилонил этот момент. Да я тоже не заметил. Ну, там... Загулял. Конь. Ну, тут вообще много детей. 14-й ловил, и ох, и вообще... О, полетел. Ну, по-моему... Опа! Мистику. О, ура, что бы лиханулся. Ха-ха. Смертельно. Минус. Ну, поиграли, ребята. И в трон пошли. Трофилон что-то пытается... Вестикс добил, прикольно. Катун что-то пытается... Бесконечные еще станы от Вестикс, тоже прикольно. Не дамажит боссы вообще не дамажит. Ну, когда ты проигрываешь больше, чем в два раза, очень сложно, по которым носить. Все, убежали там. Ну, даже непонятно, что развиваю боссы время тянут. Ну, как бы... Ну, вообще ничего. Даже если они будут автоатакой их убивать, они все равно подохнут. Ну, тут ничего уже не сделать. Ну, конь и драконы улетают. Ну, лучше там кулдаун 35 секунд. Тем более, он сейчас на базу пойдет. Вот смотри, Катун оставляет бафф. Чего-то Катун придет или Вестикс. Нет? Да нет, да бьет там долгий. Ну, зачем-то ты сооттепнулся на него еще. Хотел бафф забрать. Нет, вот так на тэпки давайте, а не то, что вы там фигнистры даете. В смысле? Ну, на дракона тэпнулся. К спу взял, ушел. Да, все нормально. Тем временем он дик. Покажи закупку у тебя просит. Так я же держал открытым. Ну, все, заканчивать надо. Ну, пошла тэпка на коня. Смотри, как готовится высота десанта на коня. Тэпается и отнимается, и отменяется. Да, да, да. Она неудача. Оба, все, пошло. Видел, там не удалось высказать, что, блин, был прожат. Высказка десанта не прошла успешно. Так, Катун двоих стягивает. Минус конь. Переподключение у меня. Мы в лайве. Да тут уже все. Ну да. База. База разламывается. Гуд гейм. Гуд гейм. Ну, вот и поиграли. Ну, нечего сказать. Вообще нечего сказать. Рознуар просто вперед ногами выносит гильдию босс. За две игры за сколько? За 35, да, минут в сумме? 20 минут вторая игра шла, первая. И 22 первая. За 42 минуты. 11-07 его. 6-0-12 хайферст. Выпотбрекер 5-2-11. Гаж 3-1-11. Конь 1-2-14. Просто... Без шансов. Вообще. Просто вообще. Ну, что можно сказать нашим зрителям? Ребята. Всем, наверное, спасибо за просмотр, да? Да, ребят. Ждем. Завтра будем играть мы. Easy Gaming против Synergy. В то же время, скорее всего, стрим будет на канале Коги Коги 14. Так что где-то в пол шестого, может чуть позже, станет Коги стрим. Но смысла на самом деле нет. Приходить в пол шестого. Ну да. К 6-ти часам подтягивайтесь. И... Посмотрим. Ну, ребят. Мы не виноваты в том, что так быстро одна команда выиграла на другую очередь. Да. Все. Всем спасибо за просмотр, ребят. В группах скоро будут видео и вся остальная информация. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok